И вот на финише по 11 номерам от Настя Воропаева, продолжательница слабых лыжных традиций лыжной семьи Воропаева. Славную фамилию не подвела, пришла к финишу первой. Настя Воропаева – внучка заслуженного тренера России Леонида Илларионовича Воропаева. Говорит, дедушка уже не тренирует, поэтому усердно занимается с родителями. Сначала мы ездим с горок, потом едем кругом и тренируемся на полянке. О том, что соревнования носят ее семейную фамилию, маленькая Настя пока не осознает. Лыжная гонка Воропаева проходит уже в 12-й раз. Первые соревнования насчитывали 50 человек. Сегодня лыжню преодолели около 500 спортсменов. Здесь начинали многие будущие чемпионы, вспоминает Леонид Иларионович. Это соревнование еще с детства, не с детства, когда работал с детьми. И думаю, подготовим мы олимпийцев к играм, к олимпийским молодежам. Готовы из Авьялова, из Зимятов, Николай. Все олимпийцы прошли армейцы через мои руки. А секрет воспитания чемпионов прост. Главное – с детства привить любовь к спорту и здоровому образу жизни. Было одним из тех, кто основал первую детскую спортивную школу в Одинцовском районе. И постепенно ему доверяли все более серьезные команды, вплоть до сборной команды страны. Ученики и соратники вспоминают тренироваться и завоевывать медали рядом с таким профессионалом – гордость. Мы даже вместе участвовали на чемпионатах мира, много где выступал. Я же и по лыжникам выступал, и по биатлону. Это прекрасный тренер, мы с ним ездили и по линии ЦСКА, и по линии Министерства обороны, когда ездили на разные старты, и по сборной команды страны. Сегодня Владимир Драчев поддерживает внука. Дистанцию из 600 метров открыли малыши. Для Владимира-младшего это первые соревнования. Но рядом с наставниками не страшно, ведь здесь главное не победа, а участие. Здесь все великолепно, поэтому, мне кажется, сейчас это вообще самая актуальная весна, тепло. Катаетесь, получаете наслаждение, просто удовольствие от этого спорта. Даже просто выйти и подышать у меня все занимаются. Не забывайте кататься на лыжах. Это для здоровья. Не только для большого спорта, но и для здоровья. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.